Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем большую конференцию Московского городского педагогического университета. И вначале я скажу несколько слов о замысле и устройстве нашей конференции. В какой-то мере конференция является продолжением всех наших начинаний в области поддержки научной деятельности, в области мероприятий, которые демонстрируют результаты нашей научной работы. Вот на слайде вы сейчас видите как раз результаты этого года. Активное участие студентов, причем я бы обратил ваше внимание, что здесь у нас первое, второе, третье место занимали не только студенты московских наших подразделений, но и самарского филиала, который, посмотрите, как активно во всем этом участвовал и какие замечательные доклады представляли наши студенты. Также в этом году была продолжена программа инициативных проектов. Это те проекты, которые имеют лаг развития, которые претендуют на то, чтобы обрести заказчика в будущем, непосредственно в системе московского образования или на федеральном уровне. В общем, те проекты, которые стараются прощупать будущую проблематику научных работ. И мы видим, что вот 14 проектов из 9 наших структурных подразделений, здесь и учебные институты, и другие структурные подразделения, Центр оценки и компетенции, Управление научно-исследовательских работ, участвовали активно в этой работе и представили такие проекты с высоким лаком потенциалом развития. Но все это является частью всей гигантской научно-исследовательской повестки университета. И вот замысел этих трех дней – это попробовать некоторую особенную форму работы, которую, я так скажу, мы подсмотрели, участвуя в последние годы в деятельности Европейской и Международной ассоциации исследователей образования. Что это за формат такой? Ну вот на слайде вы видите фотографии с мероприятий Европейской и Международной ассоциации исследователей образования, замысел которых сконцентрировано за несколько дней представить всю научную повестку, над которой работают исследователи образования. Продумать наиболее кандидатные, амбициозные тенденции в развитии исследователей образования. Но самое главное – это наметить те кооперации, те возможные совместные проекты, которые без такого панорамного видения, без такого комплексного анализа оказались бы невозможны. Конечно, здесь есть большая специфика, международная кооперация, но мы как-то поняли, что, собственно, наш университет, который вот так разбросан по разным зданиям, который имеет десятки разных кооперантов в системе образования и за ее пределами, он тоже нуждается в построении такого панорамного видения. Какие, собственно, исследовательские работы, а какие приоритеты мы с вами задаем, и где возможны были бы продуктивные кооперации. Часто мы слышим то, что у нас не хватает такого внутреннего информационного обмена. Ну вот, давайте попробуем сделать так, чтобы эта конференция стала как раз точкой концентрации этого информационного обмена и, возможно, стимулировала бы новые проекты и новые кооперации, о которых мы до сегодняшнего дня не задумывались. Надо сказать, что такая работа, стимулирующая межпредметную кооперацию и разного рода взаимодействия, отнюдь не прерогатива вот таких международных больших ассоциаций. Вот пример из хорошо знакомого нам Гонконгского университета. Эта фотография сделана из одного из корпусов. Знаете, для меня это было удивительно, что в разных международных рейтингах, но в частности в рейтинге QS, этот университет входит в десятку лучших университетов мира по образованию. Вы знаете, что у нас всегда были тесные отношения с Южным Китаем, с Тайванем, с Гонконгом. И вот как-то побывав там, я решил посмотреть, а в чем же причина? В чем причина вот такой большой успешности исследований по образованию, учитывая, что университет-то не такой именитый, не такой бывалый, как тот же Гарвард или там Оксфорд, Кембридж, кто обычно цитируется по образованию. И одна из причин была как раз в том, что там налажена такая вот разная межпредметная кооперация. Институт образования, который является частью этого университета, очень плотно работает с институтом, занимающимся здравоохранением, медицинскими проблемами, психологической поддержкой, социальной поддержкой. Настолько плотно, что они даже располагаются в двух рядом стоящих зданиях, а вот в этом месте, это такое кафе, они встречаются вечером и обсуждают разную научную повестку. Это такой, ну, как бы, точка притяжения, где, в общем, постоянно можно строить совместные проекты. И, соответственно, те научные разработки, статьи, которые готовят коллеги, и которые потом цитируют научное сообщество, они базируются на межпредметной проблематике здравоохранения, медицины, образования, социальная поддержка. И вот это дает возможность, конечно, получить значительно более яркую палитру цитирования, набрать соответствующие наукометрические показатели, нежели чем эти статьи, эти разработки готовились бы вне такой межпредметной кооперации. Вот в качестве такой шутки я сфотографировал барную стойку, которой пользуются те, кто туда приходят, что тоже, в общем, является некоторым свидетельством, ну, вот, тесноты отношений, как бы, плотности отношений, которые там строятся. Конечно, подобного рода исследования и подобного рода проекты вовсе не означают, что нужно заботиться только об этой межпредметной кооперации ради наращивания индексов цитируемости. Вот для примера на этом слайде, в верхней его части, мы видим сравнение двух университетов. Слева это Нью-Йоркский университет, он занимает очень высокую позицию в рейтинге QS, 39-е место в мире, а справа университет, ну, примерно, ну, тоже, в общем, неплохо, примерно, как мы, я думаю, что сопоставимо. City University of New York из, там, десятков тысяч университетов, он все-таки входит в тысячу, но он не гонится за очень высокими показателями научной продуктивности. Они там есть, они неплохие, но не первая сотня. Тем не менее, вот если мы сравним эти университеты по приросту доходов выпускников, это очень важный экономический показатель. Помните, в 13-14 годах тоже у нас сравнивалась заработная плата выпускников, и мы там очень хорошо выглядели. Ну, конечно, в первую очередь, потому что мы ориентируемся на рынок труда столичного мегаполиса, но даже с учетом тех наших выпускников, которые работают за пределами столицы, и таких тоже немало, у нас неплохие были показатели по этому. Ну, так вот, есть еще такая возможность сравнить, а какой прирост в заработной плате дает университет его выпускникам по сравнению с заработной платой родителей тех студентов, которые пришли к нам. Это так называемый индекс человеческого капитала, индекс мобильности, экономической мобильности, который позволяет сравнить, а дает ли прирост в заработной плате по сравнению с теми, как бы, семейными условиями, домохозяйствами, откуда пришли к нам наши студенты, университет. Так вот, в этом рейтинге, в отличие от, там, ряда других университетов, городской университет Нью-Йорка является чуть ли не абсолютным лидером. Он дает очень существенный прирост. То есть, если вы пришли учиться, там, в Гарвард, в Принстон, в Стэнфорд, вы получите хорошее образование. Но оно будет, там, на 10-11% выше, чем то образование, которое получили ваши родители. Потому что, как правило, к сожалению, туда, ну, то есть, не к сожалению, а по факту туда приходят учиться те, кто уже из семей с высоких достатков. А вот городской университет Нью-Йорка, он в полтора раз дает выше среднюю заработную плату. Поэтому здесь надо сказать, что результаты вот такой межпредметной кооперации, таких комплексных образовательных программ, это отнюдь не только научные показатели, но это и показатели состоятельности и успешности с надеждой на успех на реализацию таких образовательных программ. Все это стало поводом, чтобы организовать вот эту нашу большую конференцию. И я немножко слов скажу о том, как она будет устроена. Значит, у нее есть несколько ключевых блоков. На сайте Битконф вы можете все их видеть. В общем, там достаточно несложно догадаться, как мне кажется, как куда переходить. Все три дня конференции начинаются с дискуссии дня. Дискуссия дня – это разговор с коллегами, которые непосредственно, ну, не являются постоянными нашими сотрудниками. Безусловно, являются нашими партнерами, но не являются постоянными нашими сотрудниками. И этот разговор посвящен, ну, той рамке, тем внешним обстоятельствам, тому контексту, в которых обсуждается та или иная тема. Например, сегодня мы говорим о цифровой дидактике. Вы знаете, это приоритет университета. Это некоторое, так сказать, принципиальное направление исследований, над которым мы работаем в программе «Приоритет 2030». Завтра, я надеюсь, будет очень интересная дискуссия с пониманием того, а куда вообще движутся университеты. Два эксперта совершенно из разных рамок расскажут про это, и мы попробуем сопоставить их доклады. И послезавтра разговор как раз с внешней, как бы, социальной рамкой, с теми людьми, которые, как бы, смотрят на университет, на образование, как участника общей социокультурной жизни Москвы. Мы попробуем, как бы, вот с этой рамкой завершить обсуждение. После дискуссии дня у нас начинаются большие пленарные доклады. Их будет три. Сегодня новая педагогика и цифровые технологии, завтра профессиональное развитие и оценивание, и послезавтра город и гуманитарные практики. Вот три таких больших пленара. Здесь уже, конечно, участвуют наши преподаватели, эксперты. Кстати говоря, они тоже отбирались из тех заявок, которые поступали на конференцию. Оргкомитет собирался много раз, чтобы найти, кому же предложить вот выйти на эти большие пленарные доклады по самым разным обстоятельствам и из самых разных соображений. После этого мини-пленары. Мини-пленары, они идут параллельно. Вы видите на слайде их шесть. Значит, все это предполагает, что вы выберете, что посмотреть. Ну, как бы не переживая особенно, что можно потом в видеозаписи посмотреть то, где вы не были. Единственное, вы не сможете, ну, хотя, может быть, кто-то может параллельно смотреть и то, и другое. Такое тоже у нас случается. Но сложнее будет, наверное, задать вопросы. И сегодня, вот мы долго думали, что делать с теми докладами, с теми наработками, которые есть у нашего Института культуры и искусств, где гигантское количество лауреатов, дипломантов разных конкурсов, разных творческих событий проходит. Сегодня мы сделали такой творческий пленар, который тоже можно будет посмотреть. Если я скажу сейчас, что все могут на него прийти живьем, то на меня посмотрят мои коллеги и скажут, что я с ума сошел, что ли. Зал не поместится. Но я, тем не менее, думаю, что кто-то может прийти живьем. В корпусе на ВДНХ это тоже есть. Я с большим предвкушением жду этого мероприятия, поскольку наш Институт культуры и искусств работает, ну, очень интересно. Там выпускные разные события, которые они делают, они чрезвычайно любопытные и интересные. Все пересказанное, значит, оно транслируется на канале YouTube. Там же можно задать и вопросы. Оно идет через социальную сеть ВКонтакте. Я не знаю, можно ли там задать вопросы. Коллеги кивают, что и там можно задать вопросы. Значит, каждый день дискуссии, начинающие со внешними экспертами, я буду проводить сам. А дальше, так сказать, все проходит по вот такой же схеме. Дискуссия дня, большие пленары, мини-пленары. И самое главное, и, думаю, самое интересное, это секции. Онлайн-секции. Поскольку тут мы работаем, планируем работать с нашей хорошо зарекомендовавшей себя системой, название которой вы видите в правом верхнем углу, значит, там же могут присоединиться не только наши коллеги по логину и паролю, могут присоединиться внешние участники. Это тоже приветствуется. Вопросы там тоже можно задавать в чате, получать на них ответы. И предполагается, что все это сгруппировано вот по таким живым онлайн-секциям. Несколько очень интересных докладов были перевесены в стендовые доклады. Это, как правило, те коллеги, которые по каким-то разным причинам уехали, еще чего-то не смогли участвовать сегодня в нашей конференции. Но я вот, например, с большим удовольствием посмотрел некоторые из стендовых докладов. Они сжатые, короткие, тезисные, понятные. И, в общем, они задают представление о повестке, над которой работает университет, весьма выпукло, объемно и так далее. Там также есть доклады, где сложно было найти кампанию для обсуждения. Такое тоже иногда бывает. Но, тем не менее, тоже эти доклады попали в повестку. И с ними очень рекомендую всем ознакомиться. Все уже размещено на сайте. Чрезвычайно, мне кажется, любопытно, интересно. И некоторые темы, ну вот у меня, например, точно вызывают ощущение, что надо же, вот я бы никогда не подумал, что наши коллеги еще и этим занимаются, еще и этим работают. Кстати говоря, и по разработкам различного электронного образовательного контента, который тоже может быть интересен, уже на стендовых докладах это есть. Ну и, конечно же, как и любая конференция, мы планируем опубликовать тезисы. Будет собрание тезисов по результатам работы пленаров онлайн-секции стендового блока. В правой части слайда вы видите адрес резаков R.MGPU.RU. И с самым умудренным опытом наши сотрудники догадываются, что это Равиль Гарькович Резаков, руководитель нашего управления научно-исследовательских работ. Будет время, чтобы в более расслабленной атмосфере, как положено летом, кто не участвует в работе в приемной комиссии, дооформить эти тезисы уже с учетом вопросов и той реакции, которая будет получена на этой конференции, чтобы прислать Равилю Гарифовичу до 1 августа эти самые тезисы. И мы обязательно издадим, сделаем сборник материалов нашей конференции. Вот так это все устроено. И я думаю, что мы можем перейти к открывающей нашу конференцию дискуссии по вопросам цифровой дидактики. На эту дискуссию мы пригласили трех наших коллег. В первую очередь я бы хотел представить вице-президента издательского дома просвещения Виктория Викторовна Копылова. Добрый день. Также у нас примет участие в секции, вот я могу сказать, почему я сразу пригласил Ефима Ласчарачевского, которого мы все прекрасно знаем. Он в этом году просто очень интересно участвовал в нашей работе с абитуриентами. Потому что он там представил материал, который как раз показывает, по-моему, он назывался так, чего лишились учителя в период ковидных ограничений. Чего бедные учителя лишились, да, вот период ограничений, все правильно. Обычно здесь говорят о том, какие там всякие цифровые штучки возникли, а вот чего лишились, да, что скрыто за этим. Мне кажется, это вот как раз близко к исследовательской повестке, поскольку мы вскрываем то, что не видно натурально. Ну и также мы сегодня пригласили, он будет участвовать дистанционно, тоже наш давний партнер, Михаил Юрьевич Мехков, генеральный директор и основатель компании Maximum Education. Это негосударственный сектор образования, который очень сильно нарастил обороты, показал свою состоятельность и в ковидный период, и, в общем, ощущается, что за этим большое развитие. Сейчас, например, у нас в зале присутствует Александр Ильич Савенков, который тоже будет сегодня участвовать. Вот один из профилей, который они реализуют в институте Александра Ильича, это профиль проектирования образовательных программ, которые полностью могут строиться на цифровых технологиях. Я думаю, что сегодня мы про это еще тоже услышим изнутри университета. Давайте начнем дискуссию. Я бы, может быть, предложил первый вопрос Виктории Викторовне. Издательский дом просвещения. Это самая известная компания, которая для всех школ Российской Федерации делает учебники, учебные пособия, различного рода оборудования, по-моему, вы тоже этим занимаетесь. Мы давно, у нас много наших сотрудников публикуется, тоже издает учебники. Но вот состоявшееся погружение в цифровые технологии, то, что происходило в последнее время. Как влияет на, как говорят в бизнесе, продуктовую линейку, да, есть, по-моему, такое слово, я не силен в этой терминологии, как влияет на вот эту самую продуктовую линейку издательского дома, и есть ли в вашей стратегии, в ваших планах какие-то серьезные изменения, связанные с цифровыми технологиями, или же вы как бы вот стоите на той точке зрения, что надо сохранять, в первую очередь, имеющиеся, и как-то, так сказать, подальше держаться от всех этих цифровых ужасов? Нет, вы знаете, если мы будем держаться подальше, то мы исчезнем. Мы всегда говорим, что Просвещение создано было в 1932 году, и мы пережили все изменения, которые были в нашей истории. И мы одни из немногих издательств, которые действительно выжили. А выжили, потому что вовремя умели перестраиваться и встраиваться в повестку дня. Конечно, когда пришла цифра, нас все спрашивали, ну вот что будете делать. И мы для себя выбирали пути, смотрели, как это делают наши западные коллеги, потому что у нас было большое количество проектов, коэдишенов, совместных изданий, были проекты совместного создания, содержания, образования. И мы с интересом смотрели за странами, которые, ну как, где идут. Ну вот такой, как всегда, консервативный путь немцев, которые просто тупо все запрещали, мы поняли, что нет, мы не пойдем этим путем, и мы начнем смотреть, куда нам пойти. Вот сегодня, я вот сейчас пока слушала вас, я для себя сложила, что мы идем по трем направлениям. Значит, первое направление – это направление для ученика. Это возможность включения ссылок в учебники, QR-код. Сейчас уже это совершенно для нас нормально, и если ты вдруг не делаешь это в новых учебниках, современных учебниках, переходы, перекидывания, пересылки куда-то, это уже автор говорит, почему вы меня так обижаете, что же мой учебник тоже должен быть современным. Это наше то, что мы сейчас делаем, мы для себя назвали мультибук, и, кстати говоря, я спорю с нашим маркетингом, я говорю, понимаете, ребят, когда говорят мультибук, то встает в голове определенная структура, которая должна быть. Но пока это для нас то, куда мы собираем все то, что у нас накоплено по теме для ученика, чтобы опять осуществить переход. Это, конечно, проект, который мы сделаем вместе с вами в цифровой дидактике, в консорциуме. Это адаптивные учебники, адаптивные материалы под ученика. То есть все, что касается ученика, его возможность посмотреть на себя со стороны, получить дополнительные материалы, перейти на ту интересную сторону того или иного предмета, который им интересен. Следующая тема – это учитель. Потому что учителю тоже наша всегда была позиция, учителю надо помогать. И поэтому наш лозунг «Мы работаем для вас», который я всегда говорю, когда мы выступаем перед учителями, и мы пытаемся понять, как мы можем помочь. Для учителя, конечно, на сегодняшний день цифра – это тоже возможность показать возможности предмета, это возможность посмотреть на достижения ученика. И если мы идем дальше, вот сейчас мы уже говорим про искусственный интеллект, это возможность использовать искусственный интеллект с точки зрения планирования. Отнюдь, сразу говорю, что это отнюдь не предполагает, что, простите, мы сейчас учителя заменяем искусственным интеллектом. Нет. Я помню прекрасно разговоры, и когда я приходила к учителям, все вот эти разговоры шли, особенно это шло от айтишников. Уйдет, вот сейчас придет компьютер, он будет все помогать, подсказывать, а вы учителя будете не нужны. И я всегда, когда учителя у меня задавали этот вопрос, я всегда говорила, давайте вспомним фильм «Москва слезам не верит». Помните, там кусочек. Будет вокруг сплошное телевидение, не будет театра. И дальше я делала паузу, и все делали вывод. Но вот, слава богу, прошло где-то лет 5-7, и мы тоже поняли, что ведь вот этот постулат, который так пытались нам навязать те, кто особенно занимался технологиями, он на сегодняшний день, слава богу, не может быть реализован. А в театрах аншлаги они стали работать летом? Вот именно что. На уровне с телевидением, и тем не менее в театр мы ходим. А третий путь – это авторские. И вот тут, когда я это говорю, все на меня с интересом начинают смотреть, а это что? Искусственный интеллект вторгся не только в работы студентов, в дипломные работы студентов, он вторгся и в написание учебных материалов. То есть, с одной стороны, все попытки, которые сейчас, вот мы внимательно наблюдаем за высшей школой экономики, я не веду там эту экспериментальную работу, все попытки писать за учителем, ну, задается определенно. Ну, вот у меня иностранный язык, они делают, мы смотрим иностранный и русский, потому что пока это идет параллельно. Ты задаешь задачу, и создаются упражнения. Слава богу, я вам честно говорю, упражнения все на дрилл, на повторение. То есть вот этого вот огонька в упражнениях, которые нам нужны, интересные случаи, интересные возможности, пока на сегодняшний день это не дается искусственным интеллектам. Хотя наши коллеги, кто работает в системе женских романов, уже это ощутили. Авторы уже жалуются, закладывают все возможные куски, все, что там есть. Искусственный интеллект делает роман быстро. Мне кажется, это они опередили всю систему образования. Женские романы. Еще лет 10 назад женские романы. Так вот, получается, что авторы женских романов жалуются, что там получается, что текст-то он же не требует большого, простите, ума, чтобы это написать. А искусственный интеллект это делает быстро, с определенным сюжетом. В написании книг это учебников. Это не идет. И когда меня спрашивают, ну ничего, он быстро учится там и так далее. Викторик, вы понимаете, что, наверное, к вам придут? Я говорю, вы знаете, я думаю, что нет. Так же, как с телевидением и с театром. Потому что процесс написания учебников, это не процесс написания учебных материалов. Потому что процесс написания учебников, туда закладывается очень много задач. И это не просто, давайте подберем задачки, давайте подберем упражнения и сделаем домашнее задание. Поэтому вы видите, жизнь нас, издателя, она очень интересна. Потому что, с одной стороны, у нас есть бумага, а с другой стороны, мы идем туда, куда идут все. Потому что мы понимаем, что если мы не будем это закладывать в наши учебные материалы, в наши учебные пособия, в наши электронные учебники, то мы просто исчезли. То есть наметилось такое пространство проб, где можно попробовать эти новые инструменты и со временем понять, что приживется. Ефим Владимирович, а вы, вот я уже упомянул ваше обсуждение у нас обитуриентов, вы как-то неожиданно на это зашли. Не то, что, вот вроде бы приходят обитуриенты, вы им должны сказать, приходите, у нас столько много замечательных цифровых возможностей в школе, а вы как-то их заманиваете не вот этими, так сказать, возможностями, а теми трудностями, которые придется преодолевать. Это не трудности, это страсти. Я их страстями заманиваю. На чем же страстят? Вот я сейчас вспомнил про GPT и замену учителям. Ну, знаете эту драму Завуча, когда учитель неожиданно заболел? Мой замечательный айтишник, Валера Завод, говорит, я заменю в двух классах. Он заходит в этот седьмой Б, а не знает, что такое GPT, и говорит, вот вам 30 минут, сделайте так, чтобы он через 30 минут сломался. GPT? Ну, GPT, да. Что значит сломался, сдох? Я не умею. Чего он не смог сделать? Он не знает, что такое простые дроби. Он дал очень плохой перевод с русского на английский и обратно, но они его просили еще на арамейский перевести что-то и так далее. Он не очень знаком с классификацией Карла Линнея, но когда ему задали вопрос по поводу особенности психологии девочек-подростков, он покраснел и ничего не ответил. Ну, какая-то часть там была. Вы правы, он научится и никуда не денется. Вот. А что касается страстей, вы мне же дали домашнее задание, суть понятная, цифровая дидактика, я стал ковыряться, а есть она или нет. Ну, я же вообще нигерист в этом отношении, когда ты говорил, что педагогика и наука постольку, поскольку есть доктора педагогических наук и так далее. Ну, конечно, наука – это система. Педагогика – система. Вот. А что произошло? Произошло следующее. Развитие этого шикарного инструментария, ну, под общим названием цифры, да, хорошо, шло очень долго. Я вспоминаю конец 90-х, начало 2000-х годов, когда мы работали над проблемой, Мирбан тогда что-то делал еще, как сделать так, чтобы не было говорящей головы, а сразу было вот что-то такое действенное и так далее. Ничего не смогли сделать на протяжении многих-многих десятилетий, пока не шарахнуло. Пока не ковид. Пока не ковид. Ковид – это кризис, а кризис носит продуктивный характер. Я не буду проводить аналогии из-за отсутствия времени, но такой всемирный кризис, как Вторая мировая война, она же привела к колоссальному росту новых технологий. И здесь цифра реально вошла в жизнь, потому что если бы ее отвергали, ну, по всей видимости, не было бы как минимум образовательной жизни, это точно совершенно. А что касается учительского инструментария, который неизбежно является элементами дидактики, это точно совершенно. Вы когда сказали про учебник, ведь учебник, в отличие от романа, роман тоже дидактическая единица, это точно совершенно. Многие, если взять, прочитать «Войну и мир» по-разному и так далее, то можно понять, не буду, вот, да, литературу, историю, математику, астрономию, там, комета, помните, кулинарию, психологию, инженерную мысль, там, и так далее, и так далее. Вот, взять только вот на основе этого. А учебник, да, это совокупность дидактических ценностей, я бы так сказал, в первую очередь. Поэтому и сложно, в отличие от романа. То здесь, вот Игорь Михайлович вспомнил, чего лишились. Я как-то сел, посмотрел, у меня, как у директора школы, каждую субботу прием населения, родителей, а я за эти полтора ковидных года не принимал. Ну, возраст, еще я что-то вдруг заражусь. Начался период, когда ковида не стало. Ко мне стали записываться на прием. Я спрашиваю, какая проблема? Он мне обрисовывает проблему, говорю, ну, давай дистанционно. Риша, мол, говорит, нет, в живую. Тогда я задаю вопрос, вы меня понюхать хотите? А они говорят, нет. Оказывается, отпадает необходимость в живую. Я понял, что в живую это больше возможности манипулировать. С помощью разных, абсолютно, и так далее. Вот. А цифры не позволяют манипулировать, в меньшей степени. Это неправда, что, допустим, блокбастеры там, и так далее, настолько влияют на мое психологическое положение, статус восприятия мира, живое общение намного сильнее влияет, и живое общение действительно создает. Так вот, учителя лишились этой возможности манипуляции. В совокупности, через такие простые, тупые инструменты, в угол поставить нельзя, запретить есть куриную ножку, принесенную из дому, нельзя, но можно тайно пробраться в холодильник и там ее съесть. Дальше. Удалять с урока нельзя. Оторгать за опоздание. Нельзя, потому что он скажет, а у меня не было подключения, допустим, и так далее. Дальше. Запрет на подсказку. Не имеет смысла, потому что параллельно с Тимсом, да, работает, ну, допустим, ватсап, и там подсказка гуляет, и так далее, и нельзя. И в итоге. Вот эта совокупность нельзя, она привела к потрясающей вещи. Уже закончился ковид, закончилась, я ее называю, глухая дистанционка, пошло то, о чем все мечтали, смешанные формы, потому что до этого о смешанных формах писали, семинарили, проводили конференции, но мало кто это делал. А теперь они стали жизненные, потому что они оказались жизненно востребованными, эти смешанные формы обучения. Вот. Говорить о цифровой дидактике как таковой, я полагаю, что надо, и надо как можно больше, потому что благодаря этим проговорам, может быть, она обрастет теми признаками, которые необходимы для научного явления. Я имею в виду системность, объективность, тар-тар-тар и так далее. Пока что этого нет. Пока что это терра инкогнито. И я бы сказал так, нам, педагогам, наверное, одним покорить эту терра инкогнито, открыть эти белые петры, не под силу. Здесь нужны точно совершенно математики, нужны философы, что и происходит на самом деле, потому что это не только удел педагогики. Ибо дидактика, благодаря цифре, сильно вышла за пределы школьных помещений, и вузовских тоже. Она стала носить глобальный характер. Последствия этого нам пока что еще не очень понятно. Когда я в 92-м году взял цитату из Марк Твена и перебил вестибюли школы, что вхождение в школу не должно мешать моему образованию. Когда начались карантины, при меня сказали, вот ты это накликал, вот скотина, что вхождение в школу не должно мешать моему образованию. Но это ведь действительно так. Более того, Виктория Викторовна сказал, они стимулируют инструменты с этими QR-кодами, дополнительными материалами, которые, ну, как бы, сам урок подталкивают к тому, чтобы выходить за пределы стандартизированного знания, искать где-то еще ответы. Они подталкивают к этому? Конечно. Они подталкивают. Посмотрите, я когда пришел работать в школу, первое, что меня заставило заву сделать, приобрести, сдать экзамен на киномеханикам, показывать кино, показывать кино. Наверное, плюс диаскоп там какой-то был. Вот все инструменты, и то они были аналоговые, а не цифровые. Сегодня море безгранично, и поэтому только учительский баритон, хорошая дикция. Я помню, еще делали замечание студентам-практикантам, когда там не так ходишь между рядами, да? Уже забыли про это. Уже забыли про это. Ну, помните, это было? Да, сейчас мы, я бы сказал так, знаете, когда идешь-идешь по большому полю, и бац, открывается перед тобой океан. Мне кажется, мы вот в таком положении. я жду, может быть, четверг он откроется. Пока эта систематизация не наступила. Пока не наступила, Но вот те примеры и симптомы поведения учителей, детей в этих новых обстоятельствах, они намек на то, что что-то должно произойти. на самом деле происходит. Но как в любой живой системе происходящее, оно не носит, я бы сказал, простой, тупой, прямой характер. Оно оснащено, естественно, большими признаками неопределенности. Вот задача наша, ваша, всей глобальной мысли в этом хаосе, да, выявить закономерности. И тогда появляется дидактика. Спасибо. Михаил Юрьевич, мы вас видим, что вы вроде бы нас тоже слышите, да? Михаил Юрьевич, скажите, вот у вас вроде бы другая ситуация должна быть, да? То есть вы очень нацелены на результат, вполне, так сказать, планируемый, просчитываемый по отношению тем, кто приходит в компанию Maximum Education, да? И вот в этих, как бы, прозрачных, жестких условиях, в которых вы работаете. Я знаю, тем не менее, что вы, так сказать, как-то осторожно относитесь к цифровой дидактике, не всякие услуги применимы с использованием исключительно цифровых инструментов. Но вот все-таки ваша позиция, какая с учетом того, тех образовательных программ, которые вы реализуете? Что, есть ли вообще смысл говорить о цифровой дидактике? Если есть, то какая исследовательская повестка за этим стоит? Михаил Юрьевич не слышно. А может быть, люди слышат, но мы не слышим. Сейчас, секунду. Включи на него микрофон. Сейчас, секундочку. Так всегда. На открытом уроке перестаньте играть на стенку. О, отлично. Что-то прорвалось. Да, попробуем. Сейчас. Все прекрасно. Отлично. Да, Михаил Юрьевич. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за удушение. Я, знаете, я перед тем, как он про нас, хотел сказать тут пару моментов. Как только что упоминался, чат, чат же пяти, и так далее. У меня даже была мысль, я действительно вчера тоже вечером подумаю об этом, пошел по нескольким эквивалентам вот этих вот движков, так говорится, по чат же пяти, гугловский бард, посмотрел, что они говорят про цифровую недавнюю. И посмотрю, что они пишут об этом. И зрелая была мысль, такой сделать эксперимент, но, наверное, эта площадка, не место для таких экспериментов, это записать себя на видео, наложить на это в каком-то реальном времени, текст из вот этих вот движков и посмотреть, насколько как бы реально это будет и насколько будет воспринято вами, как действительно то, что я говорю, все эти технологии изменения, так сказать, движения губ, текст, который накладывается, совершенно не все есть, мы даже немножко экспериментировали, сайт, можно ли заменить, так сказать, преподавателя в какой-то определенный момент вот таким, таким инструментом. Ну, это так, это, конечно, курьешь, да, на самом деле, и мы очень много, то есть мы инвестируем в попытки понять, как строить вот эту цифровую дидактику или подход к этому, так, системный подход к обучению с помощью цифровых инструментов и в цифровой среде, довольно-таки инвестируем очень много, мы проводим до 5000 роков онлайн в день и мы не хватает инвестиций в это все развивается, так сказать, старая инкогнито, развивается очень быстро и на самом деле, то есть мы смотрим на это с точки зрения инструмента работы с учениками, мы смотрим на цифровую историю, как создание цифровой среды, мы смотрим очень внимательно на цифру, как оценку, оценку даже не столько ученика, а оценку процесса, прогресса, оценку того, как проходит обслуживательный процесс, вот, и несомненно, то есть несомненно, это все движется очень быстро, инструменты, управляющиеся, очень быстро, неограниченное количество сейчас инструментов, для того, чтобы ставить этот процесс и парадоксально останавливает этот прогресс, в образовательной среде, это именно учитель, но учитель не с точки зрения плохой, что учитель не хочет это использовать, а в том, что все-таки несомненно, эти инструменты сегодня недостаточны и образовательный результат, который достигается учениками, достигается в первую очередь, в первую очередь благодаря учителю, и так как все еще это роль учителя в процессе обучения, в особенности процессе, который происходит в течение какого-то длительного времени, роль критична, поэтому все технологии, которые пытались технологии, предприниматели, технологии быстро внедрить и, так сказать, все заменить, они просто не могут, они не работают. Наш опыт, я скажу, не то, что мы осторожно относимся к этому, мы просто пришли к выводу, что внедрять технологические цифровые инструменты нужно шаг за шагом, такими постепенными аккуратными шагами, которые оцифровывают то, что нам уже понятно, является некоторой аксиомой или чем-то, что мы верим в плане педагогики, в плане работы взаимодействия учителя-ученика, и вот то, что нам очень понятно в нецифровом мире мы переносим в цифровой и шаг за шагом это измеряем. И в тот момент, когда мы видим, что это действительно работает, мы начинаем это масштабировать на принципе по всей системе. Вот, например, мы говорили про материалы и контент, учебники, да, мы меньше, наверное, про это, про выпуск учебников, но мы используем довольно-таки много материалов, и вот видим, что внедрение очень важный элемент это внедрение разных микро-материалов и гибкость материалов, то есть во время онлайн-урока у препарателев есть множество инструментов, потому что вопросов, задачи, интерактивных вещей, которые можно использовать во время урока, и это микроэлементы, которые должны связываться в общую картину, и он может что-то использовать, а что-то не использовать, так не получилось, потому что он принял такое решение во время урока, и это таким-то образом отражается во всей картине, требует, то есть то, что мы видим, что требует гибкость некоторой с точки зрения материалов, если же говорить про вообще в целом, есть ли такое понятие, как цифровая дидактика, то, что мой вывод из изучения того, что говорят чат, и так далее, наверное, еще нет такого целостного понимания, это как бы цифровая оболочка реальной дидактики, это дополнительные инструменты, которые могут позволить в гибридном онлайн-обучении привести его, наверное, на уровень идеального урока в классе, или продолжительности или серии уроков, наверное, для совокупности с отличным учителем могут сделать это лучше, чем было раньше обучение, но они в основном, опять же, про о чем, что мы, чем мы занимаемся, мы занимаемся в обличении, то есть инструменты в обличении в урок, инструмент, вот как пример, мы только что говорили про ограничения онлайн, в это же время вы знаете, как бы мы видим в любой момент всех учеников, все камеры учеников, не важно, какого размера, поток или класс, мы видим всех, не обязательно, и преподаватель всех их не должен видеть, так как он, в принципе, не может физически всех видеть, но для него система работает, определяет, видит, находится ли человек в камере, является ли вот тот же экран Teams или другой системы, в которой учатся главными его экраном, и насколько его глаза направлены вот как раз туда, звучит немножко так, может быть, не комфортно кому-то, но в принципе этот подход реплицирует то, что хороший преподаватель, учитель в классе делает, мы, когда обучаем наших преподавателей, там один из терминов, это вот, что вы как хороший преподаватель, вы не смотрите в класс, вы смотрите в глаза вашему ученику, вы видите вот обратную связь, вы видите постоянно глаза, и это то же самое, что мы, то есть это примерно то, что мы пытаемся реплицировать технологически, даже когда преподаватель работает с большим качеством, кто может видеть и может видеть в сеть камер, есть очень много примеров, но вывод, наверное, такой, что работать над этим нужно обязательно, продвигается, технологически очень быстро, на данный момент, оно не так внедряется и влияет на образование, потому что все-таки другие факторы, как вот учитель и интеракция, они влияют значимо больше, но мне кажется, это будет сокращаться, и на каком-то этапе появятся универсальные инструменты, которые помогают хорошему, хорошему учителю работать с учениками, с большим количеством учеников, эффективно, и мне кажется, это будет влиять, так что, не заменить учителей, это вот, я не вижу этого вообще, но она будет влиять, может быть, на количество, но будет позволять хорошим учителям достигать большего количества учеников, как бы достигать иметь взаимодействовать и влиять на большую ученику. И поэтому здесь, я считаю, что, и здесь нету каких-то магических правил, я был на конференциях разных по вот этому направлению искусственного интеллекта, это все шаг за шаг, это маленькие эксперименты, маленькие эксперименты педагогов, технологов, действительно математиков, да, ученым по данным, которые смотрят на это и могут приходить действительно с помощью вот этого инструмента мы вот действительно достигаем вот такой цели, сейчас его можно расставировать, но я просто думаю, что это будет пробегаться очень очень быстро, резюмево, наверное, нет еще какой-то очень четкого понимания, что это такое, но и сегодня это как бы усиление того, что усиливает педагогику или пытается ее рефрицировать, но двигается все очень-очень и наверное в этом надо участвовать и думать вот такие мысли. Спасибо, Михаил Юрьевич, а вот скажите, вы упомянули вот эти многочисленные материалы, когда ваши преподаватели обучали школьников в ТИМС и все это записывалось и дальше анализировались некоторые формальные параметры преподавания, я знаю, что наши студенты и студенты из других вузов мы устраивали хакатон и анализировали какие из формальных параметров преподавания вплоть до наличия рук преподавателя в кадре, вот как я жестикулирую, значит, оказывают влияние на потом на реальный результат, на реальный успех. И меня тогда впечатлило, что масса формальных параметров на самом деле никакого влияния не оказывают. Ну, вот как, например, наличие этих самых рук, можно жестикулировать, можно не жестикулировать, на результат это никак не скажется. Но был параметр, который в самом деле давал устойчивую корреляцию. Это параметр, насколько активно говорят сами ученики. Вот если ученики на занятии достаточно активно говорят, а не только преподавателей, то это приводит к более позитивным результатам, результаты лучше. А вот нет ли здесь намека на какую-то изменившуюся дидактику, когда учение, как спрашивает Геннадий Николаевич Блинов в чате, когда учение становится более значимым, чем обучение, то есть деятельность ученика, его самостоятельность, активность выходит на первое место? Это очень хороший вопрос. Мне кажется, все-таки вовлечение обучающегося процесса, вовлеченность процесса всегда была важна. То есть без вовлеченности и погружения процесс вряд ли с великолепнейшим учителем достигал цели с точки зрения обучающегося о приобретении знаний. Но, быть может, в прошлом достижение этого вовлечения требовало немножко других усилий от педагога. Возможно, оно было немножко априори существовало, сегодня это тяжелее создать. Если мы говорим про школьников, то действительно очень много конкуренции у школьников за это внимание, за готовность вовлечься, у него есть какой-то определенный потенциал вовлеченности во что-то, и он его, так сказать, использует в разных направлениях. и поэтому я абсолютно согласен с тем, что вот этот элемент вовлеченности в урок, он являлся, мы видим, что он критический, является критическим фактором, для того, чтобы сказать, что был успешным урок с точки зрения погружения ученика и его дальнейших эффектов. Даже те же руки, которые говорили, то, что мы делаем, мы просто говорим машине, вот есть несколько факторов формальных, вот надо смотреть, и эти руки, действительно, они как бы, вот это вся присутствие, но присутствует преподавателя в кадре, и то, что он как бы смотрит на фас, а не куда-то, оно важно. Но вот этот момент, когда они говорят, какой процент учеников назвал по имени преподаватель из всех, какой процент из них что-то писал, сделал, сделал действие, сказал что-то, это наиболее главный, так сказать, предсказывающий фактор, вообще, в принципе, здорового продолжения урока. И мне кажется, это нормально, вот это то, что мы видим сейчас, мы видим, что преподаватель всё-таки конкурирует в, как бы это ни звучало, в сознании ребёнка с другими факторами какого-то информационного лидерства, кого-то, кто может ему рассказать о чём-то, сейчас я говорю опять же, про детей, и, наверное, про массу, то есть, есть всегда такой небольшой процент очень самом мотивированных, дисциплинированных ребят, масса всё-таки разольёт внимание, вовлечённость конкурирует разные сущности, и вот эта важность, что вовлечение чуть более активно, абсолютно нам понятно, её отрицать, её это как будто бы не смотреть на сегодняшний реальный мир и отрицать ещё психологический прогресс в другой плоскости, поэтому, мне кажется, вот на это вовлечение, вовлечённость нужно обращать внимание, его нужно измерять, и для нас это фактор номер один, не самый главный, но первый из главных, потому что без неё дальнейшие действия педагога и качество объяснения, и структуризации материальной реакции, он влияние падает иначе. Да, спасибо, Михаил Юрьевич, вот я бы, я думаю, что у нас остаётся там 7 минут буквально, да, но вот и эта дискуссия точно продолжится на будущих пленарах, но вот я бы хотел предложить подумать вот над каким вопросом. Если вот действительно эта увлечённость и как бы самостоятельность детей нам кажется чрезвычайно значимой, учитывая то, что вот материалы учебные становятся разнообразные, с разными ссылками, отсылками, заимствованием и так далее, и так далее, не получается ли, что один из принципов великой дидактики Яна Амоса Каменского, а это принцип системности знания, причём у Каменского как бы держателем всей этой системности был именно учитель, задача учителя обеспечить системность такую, так сказать, логичность стройной знания. Не получается ли здесь, что вот в этих условиях эта системность становится под вопросом из тех соображений, что каждый ученик будет строить свою системность, альтернатива бульон. А что вы имеете ввиду? Ну вот образ школы 21. А, бульоны там разные. они что хотят, там варятся, включили, посмотрели, ну кто его знает, прецедентов нет. Ну вот мне кажется, вот здесь есть некоторое отступление, если мы Яна Амоса нашего дорогого Каменского берём за икону, то у него то как раз вот очень чётко учитель, держатель этой системности и вот надо всем как-то это освоить, причём проговоря несколько раз, у него последний принцип, где ученики должны проговорить, чтобы уверенно чувствовать эту системность. Нет ли здесь... она всё равно есть. Ведь всё равно, может быть, я не права, но всё равно ведь тему задаёт учитель, и он направляет куда идти, да, это будет бульон, он будет узнавать из разных областей, но система, которая выстраивается, ну, простого, сложного, или наоборот, она же всё равно выстраивается учителем. Я почему это говорю? Потому что здесь может оказаться... Ну, люди могут подумать, что, а, ну, теперь он там зайдёт и сам что-то вот это изучит, потом вот это изучит, потом вот это изучит. Нет, вот для этого мы и есть. Для этого есть учитель, который выстраивает эту системность, для этого он выстраивает вот эти вот переходы и материал, который идёт, а дальше уже ученик идёт и берёт сам. И только у учителя есть розги. А, ну, вы про розги, я про цифровую. Розги, там, гигэ, я не знаю, что ещё, не важно, что. Но, тем не менее. Конечно. Ну, вроде бы вот эти учебники с QR-кодами, они как бы нарочито нам подсказывают, что всё прочитать не нужно, нужно выбрать какую-то траекторию. Нет, у нас всё-таки QR-код – это дополнительный материал, который вот можно и не пройти. Ну, в общем, мы надеемся на любопытство и на вовлечённость. Ну, правильно, невозможно пройти всё. Я просто думаю, что вот все наблюдающие когда говорят «пройти», я спрашиваю «куда?» Да. Я тоже себя спрашиваю. Вот это вот всё-таки заметность стала частью таких общественных дискуссий, что учебники раздулись, что там много всего и так далее. Тогда получается, что, может быть, действительно, ну, как бы не всё это надо впихнуть, но есть что-то такое ключевое, что держит учитель. Что он держит? Он держит структуру, тему и пути, как дойти до цели. Вот давайте вот это мы с вами... Хотя разные. Они разные. Вот, кстати говоря, про это мы... Вот сейчас эта мне мысль пришла в голову, никто никогда не говорит. Давайте так. О пути, как дойти до цели. Вот смотрите, лет пять назад я стал мучить своих учителей темой планируемого результата урока. Так. Мы в нашей практике не так часто встречали учителей, которые говорили, вот 8.30, вот урок там, не важно, математики, мы на сороковой минуте должны знать это, понимать это, уметь это. В моей неплохой школе я таких насчитал процентов 12. Теперь 20 примерно вот так. Но на это ушло 5 лет. То есть это и есть планируемый результат. Это ученики отвечают, да? Это учитель делает, да? Тогда, ну, вот урок, это же время ученика, помимо всего остального. Я вспоминаю, в воспоминаниях Дельвига, Пушкин бешенством относился к тем, кто посягал на его личное время. Вот. И школа, это же место, где отвечают на незаданные вопросы. Когда возникает такая ситуация, то здесь уже получается некая дидактика. Вопрос оказывается заданным, проблема ставится, время – это ресурс, и давайте используем его с пользой, с пользой, потому что этот урок – это инвестиция в самого тебя. Вот это роль учителя. Иначе они не поймут, потому что у них пубертаты, влюбленности, обиды, да? И так далее, и так далее. Ну, и так далее. Вот это роль учителя в первую очередь. Меня как-то зацепило это на занятиях. Я был в компании «Максимум Дикейшн» на занятиях по геометрии, да? И, значит, молодой человек, который вел это занятие, он говорил так, что если мы сегодня освоим эту тему, она состоит из таких-то, таких-то разделов, и так далее, это принесет нам плюс 0,3 балла к сумме баллов по ЕГЭ. Я думал, он скажет, что это увеличит нас, годовой доход, когда вам будет по 25 лет, примерно на 7,5%. Ну, вот тут есть, что обсуждать, да? Вот я City University of New York вспоминал, где как раз это культивируется, да? Где как раз это является результатом, который, может быть, не впрямую ставится, да? То есть, там не может каждый преподаватель сказать, насколько вырастет доход после сегодняшней лекции, да? Но, тем не менее, значит, какая-то рамка это действительно присутствует. Ну, в учебниках мы это задаем. Здесь Виктор Васильевич Рябов, сейчас находится наш президент, он ведет гигантскую работу по переводу студентов вне бюджета на бюджет. И чтобы учесть разные параметры успешности, там много мест на одно, значит, чтобы учесть разные параметры успешности, приходится вот собирать их с совершенно разных источников, анализировать, и смотреть, кто наиболее достоин перейти на бесплатное место обучения, что тоже маленький элемент, может быть, уже не самого обучения, да, а в целом жизни. И вот, наконец-то, все поймут, что образование – это инвестиции в самого себя. Вот мы как-то наметили это, да, что на самом деле цифровые инструменты, они помогают где-то считать неожиданные эффекты, которые нам… Мы же преодолели вот страх привязные ремни, помните, раньше они привязывались, предполагая, что мы привязываем… Да, казалось, что он мешает. Мешает, нет, что мы привязываем, чтобы не платить штраф. Теперь мы понимаем, что мы привязываем, чтобы сохранить жизнь. То же самое. Учиться для кого? Для себя. Ну, конечно же, это инвестиции в себя. Я думаю, что мы очень контурно, но наметили эти самые элементы цифровой дидактики. Как говорит у нас Александр Ильич Савинков, цифровой дидактики, конечно, нет, но программы обучения, исследований в этом направлении есть. И здесь есть над чем задуматься и поговорить в течение всего сегодняшнего дня, который блистательно закончится творческим вечером, которого мы все ждем с предвкушением. Я надеюсь, что дискуссии будут еще более интересными, которые пойдут после нашего нашей входного круглого стола. Всем интерес и удачи. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok